Вот так сегодня выглядит первый этаж взрослой поликлиники на улице Фрунзе. Пациенты и врачи, конечно, могут сетовать на стесненные условия приема, но нельзя отрицать тот факт, что капремонт по-настоящему долгожданный. Эти стены не видели его много лет. Работа ведется в рамках губернаторской программы здравоохранения Подмосковья. Она реализуется в регионе уже третий год. До передачи отрасли в областное подчинение у муниципальных властей таких возможностей не было. Теперь их задача – контролировать темпы и качество работ. Если подрядчик не справляется или нас не устраивает качество, расторгаем контракт. Прецедент уже был, рассказал глава района Алексей Валов. В частности, в первой поликлинике он отметил недостаточное количество рабочих и поставил задачу руководству подрядной организации. Год к завершению идет. Надо, соответственно, все проверить, посмотреть, как ремонты идут. Это очень важная отрасль здравоохранения. Мы понимаем, когда люди приходили в разбитые вестибюли по разбитым полам, в разбитые кабинеты, в разбитые палаты, какое у них было отношение вообще к самим себе и к стране. Поэтому губернатор принял такое решение провести масштабный ремонт объектов здравоохранения, что мы сейчас и делаем, и то, что мы сейчас контролируем. Дождалась ремонта и первая районная больница на улице Краснознаменской. На днях приступил к работам подрядчик в детской поликлинике ЩРБ номер 2. Большой ремонт продолжается в Монинской больнице. И все это только по плану на год нынешний. Два года реализуется программа здравоохранения Подмосковья в Щелковской районной больнице номер 2. И здесь за это время, безусловно, произошли наиболее заметные и масштабные изменения. На территории больницы выполнено благоустройство, построена автомобильная экопарковка, отремонтированы фасады всех корпусов, реконструирован корпус лор и офтальмологического отделения. В главном корпусе капитально отремонтировано отделение урологии, реконструированы травмпункты и входная группа. Работой на стадии завершения подрядчику осталось установить новые лифты. Ему здесь доработать осталось буквально суток 10. Он ставит лифты, вызывает организацию, она их отпускает, настраивает. Лифты у него закуплены, как он мне говорил. Программа здравоохранения Подмосковья охватывает все медицинские учреждения Щелковского района. Приоритеты расставлены по состоянию зданий и внутренних помещений. В обязательном порядке в планы капитального ремонта входит программа «Доступная среда». В больницах и поликлиниках, как нигде, востребованы пандусы, подъемники, тактильная плитка и другие элементы доступности для маломобильных граждан. Также в техническое задание на капремонт входит обязательное оснащение медучреждений видеокамерами с подключением к системе «Безопасный регион». Все уже оборудованы. Мы будем контролировать и выполним работы, запланированные в этом году до конца этого года, до 25 декабря. Эти объекты должны быть сданы в эксплуатацию, потому что они очень нужны нашим жителям. Реализация областной программы на этом не заканчивается. Уже формируется план на следующий год. Хирургическое отделение и поликлиника ЩРБ номер 2, Фряновская больница, фельдшерский пункт на Загорянке и другие медучреждения будут кардинально обновляться. А еще у программы появится новое направление – благоустройство территории. Министерство здравоохранения Московской области в следующем году реализует программу благоустройства на территориях лечебных учреждений. В нашем районе это тоже будет реализовано по приоритетности, потому что асфальтное покрытие, освещение – это не маловажный, а, можно сказать, очень важный аспект жизнедеятельности этого учреждения. Они сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.